Серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе. Об этом сейчас пишут практически все федеральные СМИ. Якобы руководители регионов, возможно, сменятся сразу в 10 субъектах. В том числе и в нашем. И, похоже, уже началось. Буквально два часа назад стало известно об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Официальная информация уже появилась на сайте Кремля. Этой темой сегодня занималась моя коллега Виктория Столярова. Она сейчас в студии. Вика, а что по поводу Виктора Толоконского? Информация подтвердилась? Да, Вика, но пока это лишь слухи. Официального комментария в краевом правительстве не дают. Сегодня в пресс-службе губернатора новостям ТВК рассказали, что об уходе Виктора Александровича там ничего не известно. Толоконский сейчас работает в статусе губернатора. И у него в графике, цитата, много встреч, но все они не публичные. Конец цитаты. Ряд СМИ также заявлял, что губернатор сейчас в правительстве появляется редко. В основном работает в своей резиденции в Соснах. Сегодня мы увидели, как его машина все же выезжает с территории и направляется в краевую администрацию. Но получить комментарий лично от Толоконского все же не удалось. Уход с поста губернатора не подтверждает и его окружение. Вот что по этому поводу думает депутат Государственной Думы Виктор Зубарев. Давайте послушаем его комментарий. Вчера вечером мы вместе смотрели футбол, пили чай. Семьями у нас никаких, вот у меня никаких ощущений о том, что что-то происходит не было. Это я говорю искренне. Появилась информация об отставке. Ну, возможную отставку Толоконского на прошлой неделе активно обсуждали в кулуарах власти. А накануне новосибирское издание СИБФМ первым выдало новость о том, что Толоконский, цитата, написал прошение об отставке после встречи с руководством Российской Федерации. Конец цитаты. По информации источников издания из администрации Красноярского края и администрации президента, Толоконский на прошлой неделе якобы влетал в Москву для встречи с президентом. И после этого якобы появилось в администрации края чемоданное настроение. Как утверждают политологи, слухи об отставке Толоконского ходят давно, с конца весны. И меняются лишь причины. Например, среди них называют омоложение кадров и имиджевые потери Толоконского. С одной стороны, в регионе все неплохо. На фоне, может быть, других территорий хорошо прошел единый день голосования. Там были неплохие результаты у партии власти. Но с другой стороны, по крайней мере, то, что цитируют федеральные источники, это, скажем так, невысокий уровень рейтинга власти вообще. Элитные конфликты, бюджетные проблемы. Тема кадровой перезагрузки, омоложения кадровой скамейки, омоложения состава губернаторов. Поэтому, естественно, те регионы, где губернаторы в не самом юном возрасте, ну, в общем-то, они попадают в реал этих слухов. При этом руководители других регионов, кого тоже ждет возможная ставка, упорно эти слухи опровергают самостоятельно, либо с помощью пресс-службы. Так, например, в своем твиттере уже высказались губернаторы Мурманской и Нижегородской областей. Напомню, в администрации Красноярского края официально ничего не комментируют. Это история мне не нравится вот чем. Все радуются, ну, радуются или огорчаются, как-то обсуждают, что президент уволил губернатора. Простите, мы живем в государстве, которое называется Российская Федерация. То есть Красноярский край – это субъект федерации, который самостоятельно выбирает губернатора и может самостоятельно его от должности отрешать, объявлять ему недоверие. Существует официальная процедура. Почему все надеются на барина, который приедет и уволит надоевших чиновников? Мне вот это непонятно. А вот так о реакции населения уже высказался депутат законодательного собрания Алексей Кулеш. И я добавлю, что в федеральных изданиях уже пишут о возможных преемниках Толоконского. Среди них называют бывшего гендиректора Россетей Олег Бударгин, первый заместитель министра энергетики страны Алексей Текслер, руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Катюков. Также на губернаторское кресло прочат первого заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко и председателя совета директоров компании «Оборонпром» Сергея Сокола. У меня на этом все. Вика.